Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о Wi-Fi сигнализаторе бактёвки. Особенности этого сигнализатора Это отсутствие необходимости носить с собой дополнительный брелок или бейджер. Все поклёвки будут отображаться на экране вашего смартфона. В поклёвке вибро на смартфоне и смартфон будет подавать звуковой сигнал. Далее еще особенности. Достаточно высокая чувствительность, которую можно регулировать двумя способами. Дальность действия около 100 метров. Возможность настройки параметров сигнализатора поклёвки под себя. Также интерфейса приложения на смартфоне. Ожидание поклёвки на удилище, на леску или на шнур. Не надо крепить никакие добавления. Дальность действия. Можно сразу поднять удилище и подсечь рыбу. Этот сигнализатор можно использовать во время ночной рыбалки. или просто когда нужно отойти на некоторое время, отдохнуть. И вы не будете бояться пропустить поклёвку. Когда будет клево в постели, подаст звуковой сигнал. Сам сигнализатор состоит из контроллера Mode MCU и датчика вибрации SW420. Также для работы необходимо установить приложение на Android Smartphone. Которая была создана и для АПК-файл приложения. А также исходный файл приложения будет доступен по ссылке под видео. Там же будут ссылки на схему подключения и код для контроллера. Как это работает? Сначала не поднима. Я его заливал в Arnoi на iPad. Далее запустить середину. И установить на смартфон приложение. Дальше необходимо создать в телефоне в настройках точку доступа. Дальше необходимо создать имя сети. Име сети или пароль можно поменять и задать, изменив соответствующие строчки скетча для контроллера. После создания точки доступа контроллер приконектится к нашей точке доступа. И в Serial Monitor можно будет увидеть IP-адрес контроллера. IP-адрес привязан к MAC-адресу и при перед выключениях он меняться не будет. Он остается постоянно. Запускаем приложение. И в верхней строке мы вводим IP-адрес нашего контроллера. Здесь он 192, 168, 43, 33. И в принципе мы готовы к поклевке и к нашей рыбалке. Давай. В окне приложения у нас есть две рыбки. Зеленая и красная. При нажатии на зеленую рыбку светодиод загорается и активируется состояние ожидания поклевки. В этот момент приложение начинает посылать запросы на контроллер. В свою очередь контроллер анализирует длинный импульс ободачка вибраций. И при превышении длинный импульс обрового обозначения вставляет ответ на запрос о том, что есть поклевка. Телефон вибрирует, подает сигнал. И вот эта красная рыбка станет ярко-красной. Давайте сейчас покажу, как это работает. Если нажать на ярко-красную рыбку, светодиод тухнет и состояние ожидания поклевки деактивируется. То есть в этот момент можно переложить удочку, подтянуть шнурок и так далее. То есть нажимаем еще раз на зеленую рыбку. Светодиод загорелся. Активируется состояние ожидания поклевки. Легенький удар по удочке. Телефон нам сообщает о поклевке. Он работает, естественно, и в заблокированном состоянии. То есть телефон поднушен. Можно с ним ходить на расстояние до 100 метров, поэтому не пропустить. Чувствительность можно регулировать двумя способами. Подстроечным резистором непосредственно на самом датчике вибрации. Вот его здесь видно. Или в скетче можно изменить параметр длины импульса. При превышении которого контроллер будет подавать сигнал о поклевке. Также в исходном файле этого приложения можно менять длительность вибраций телефона. Мелодию сигнала. Частоту опроса контроллера. Сейчас она установлена полторы секунды. Ну и много других параметров. То есть это приложение можно настроить по себе как вам угодно. На этом все. Создавайте свои вопросы. Оставляйте комментарии. Буду рад конструктивным предложениям. Всем пока. Клюет, клюет с ним. Это маленькая рыбка. Вот такая мелочь. Так что сигнализатор работает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это маленькая рыбка Вот такая мелочь Ловится Так что, сигнализатор работает Субтитры создавал DimaTorzok